Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы там песни учили... Можешь спеть хотя одну? Ой, я не помню, это давно было... Еще... А о чем песни-то были? Блин, мы еще молитвы учили... То есть сейчас какое слово сказал-то? Блин? Да. А зачем ты его сказал? Ну, манера общения. Манера общения... А ты думаешь, это хорошая манера общения? Не знаю. Ну, это нехорошая. А блин, зачем? Слова-паразиты. Никакое гнилое слово не исходит из ваших... Да только доброе, для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Где это написано, Нестор? Ну, где от Иоанна. Вроде, тоже забыл. Благодать слушающим. Вот. Визитка упала, Нестор, подбери. Значит, песни ты не помнишь? Ну, я очень давно. А почему тебе... Что тебе там не понравилось? Ты бросил ходить в воскресную школу? Ну... Мама же, ты говоришь, что тебя любит читать духовную литературу, да? Да, она любит. Она ходит, молится. Да, она ходит. А ты с ней сейчас перестал ходить молиться, да? Нет, почему? Мама, когда в церковь ходит, я с ней хожу в церковь. Тоже с ней ходит? А тебе нравится молиться там в церкви? Нет, свечку всегда ставлю. Свечку ставишь? Ставлю. А свечку зачем ставишь? Я забыл, как это называется. Ну, вот, допустим. Ой. За здравие? Да, те, кто померли. За упокой? Да, за упокой. А зачем вам за упокой свечки ставить? Тебе мама объяснила? Нет. Ну, ты ставишь и как? А что вот у тебя вот это вот на куртке написано? Знаешь? Нет. Ты не знаешь? Нет. Кемплинг, муссоль какой-то. Как ты? Что написано, не знаешь? А вдруг какое-нибудь нехорошее слово написано? Ты даже не знаешь. Не знаю. Это детские куртки. А папа верующий у тебя? Папа? Я не знаю, но он... Не ходит в церковь? Нет, он ходит в церковь, но он мало доходит, потому что у него работа. Работа, да? Да. Ну, а вы в воскресной школе там Евангелие вам читали? Вот это вот. Ты вот читал с мамой Евангелие? Знаешь, что это такое? Что такое Евангелие? Нет. Нет? Это, наверное, Библия такая? Ну, это часть Библии, да, правильно. А Библию ты читал? С мамой? Читал. А у тебя детская Библия есть? Я не помню даже. Что ты знаешь об Иисусе Христе? Читал что-нибудь? Ну, я фильм смотрела. То, что его оказили на Христе. За то, что он всем говорил, что он Сын Божий. Вот. А ему никто не верил. И за это его казнили. А ты веришь? Ну, я вообще в Бога верю. Ну, то, что еще я смотрел... Потому что, когда я в школе учился, к нам приходили туда... Погромче говори. К нам туда приходили и показывали фильмы про так, как мир создавался. Сначала вроде бы Бог создал землю. Потом солнце. А потом воду. Я не помню. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля вожла была безвидно и пусто, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой. Вот так вот книга Бытие начинается. А ты веришь, что Христос Воскрес? Ну, да. А что значит Воскрес? Я это не помню вообще. Да. Ну, а сегодня какой день недели? Воскресенье. А что значит Воскресенье? Сегодня... Ой, как же она называется? В церковь, там, в 10 часов приходят на... На богослужение? В 10 часов. На службу. На службу. На службу. Ну, а почему Воскресенье Воскресеньем-то называется? Я не знаю. А что значит Воскрес? Иисус Христос был мертв... Был мертвый и стал живым. Стал живым, ожил, значит, на Воскресенье ожил. А ты веришь, что Ты воскреснешь, когда умрешь? Не знаю. Мне умирать вроде бы неохота. Ну, никому же неохота. И Христу неохота было умирать. А ты знаешь, что Он умер за грехи людей? Нет. Сын Божий за твои грехи, за мои грехи и умер. А что такое грех, ты знаешь? Ну, это то, что ты делаешь неправильно. Ну, то, что... Ну, плохое что-то. Ну, пример можешь привести? Ну, допустим, соврать и своровать. Соврать, своровать, да. Не лги, не укради. Это заповеди Божии. Кто их нарушает, тот совершает грех. А еще какие заповеди знаешь, кроме вот как не лги, не укради? Наверное, добро. Ну, помогать там бездомным. Творить милостыню, да. Блаженные милостивые, это заповеди блаженства, да. Ибо они помилованы будут. С милосердием нужно к людям относиться. Вот. А десять заповедей Моисееву помнишь? Нет. О любви к Богу. Я Бог твой. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Слышал такую заповедь? Были такие идолопоклонники, которые идолом... Что-то в голове крутится, но не могу. Идолом. А сколько ты в воскресную школу ходил времени-то? Месяц-два. Месяц-два всего. Да, мало я ходил. Конечно, мало, да. Вот. Ну, пытался, это, одноклассников туда позвать, со мной ходить. Нестор, а ты можешь заповеди Божьи вспомнить? Ну, я... Поближе подойди. Я многие знаю, но не все думаю. Ну, какие давай вот тут. Вот он вспомнил, не укради. А еще какие заповеди есть? Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Ну, вот это первая заповедь. Вторая какая? Не делай себе кумира. И никакого изображения, которое на небе, вверху, и на земле, внизу. А что значит кумир? Ты знаешь, кумир, что такое? Любимчик. Это вот, которым делают себе идолов, и вместо Бога им поклоняются. Называется идолопоклонник. Вот Господь это запретил. Есть там Марс, Венера, там богини выдуманные. Там Нептун, может быть, слышал ложные боги такие. Афина, Олимпия, вот Бог. Ну, третья заповедь какая? Мы произнесли имя Господа Бога твоего напрасно. Но Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. Четвертое. Почитай отца и мать твою имя. Это уже пятое. А, четвертое. Помни день. Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работай, делай все дела в нем. Слушай, запоминай. Мой день. Господу Богу твоему. Не делай в него ничего. Можешь повторить? Нет. Нет. Видишь, все, не вмещается в тебя. Шестая. Почитай отца. Это пятое. Да. Почитай отца и мать. Почитай отца и мать. То есть, никогда маме не груби. Всегда ей делай добро. Уважай ее. И папу тоже. Вот это заповедь Божия. И будешь долголететь на земле. А если их слушаться не будешь, ну, рано знаешь. Ну, знаешь, молодец. Ну, а какая еще? Шестая. Не убей, не прелюбодействуй, не кради. Что такое не прелюбодействуй, знаешь? Нет. Ну, ты же маленький еще, да. Не уже свидетельствуй. Вот, а он помнит. И последнее, десятое. Не желай того, чего... Ну, не завидуй, короче, по-русски. Зависть такая греш. Ну, это кому-то ты завидуешь. Ну, что у кого-то что-то есть, а у тебя... Да, да. Вот этого не нужно делать, да. Сначала зависть приходит, а потом хочется его убить. За то, что у него лучше. А то до убийства не ходит, правда. Как тебя звать-то? Меня Семен. Семен? А благословит тебя Господь. Ты давай... Мало у тебя знаний, нужно тебе еще... Походить. Походить, да. Вот, видишь, как... Все заповеди, как на зубок. Вот, сколько ты лет за церкви-то? Все 13. 13 лет уже, с самого рождения. Вот у него... У тебя мама живая, у него умерла мама от рака. Видишь, Господь забрал ее. Вот. Она верующая была. Мы верим, что она сейчас в Царстве Небесном. А те, которые люди не верующие, заповеди не соблюдают, где окажутся, знаешь? Наверное, но они не в хорошую сторону пойдут в ад. В ад, да. А что там в аду будет? Мучение, наверное. Ну, не наверное, точно. Ты не верующий, как раз, наверное, говоришь. Вера от слышания, от слышания Слово Божие. Слово Божие вот здесь вот будешь читать, уверуешь, и тогда будешь жить по Евангелию, попадешь в рай. Плачь и скрежет зубов. Вот. Есть еще грех распространенный, не лень такой вот. Да. Вот. Мучает обычно молодежь. Лежат на диване в игрушке, в компьютерные игры играешь? Нет. Но это грех. Это называется... Ты убого время воруешь. Это время мог бы посвятить на добрые дела. А ты не нужен никому, игры делаешь. Мы беседуем с мальчиком, да. Снимаем на видео. Что это за тема? Вы не трезвым видим, мне кажется, да? Да. На общественном месте. Правильно я понял вас? Я иду домой. Идите, ступайте. Не роняй. Вот. За мальчиком. Пошли. Вот. Эй. Ого, пошли. Я не ассоциация Божия не наследует. Бросайте пить. Ага. Да, а то в воду окажетесь. Пьянство еще грех такой есть. И когда вырастешь, никогда в рот даже не бери эту гадость. Секеры эту. Я и не собираюсь. Ну, дай Бог. У меня когда, вот недавно моего папы, ну, мой дедушка умер. Папа тогда очень много переживал, и он очень много выпивал. Хотел горе вином залить. Нет, не получится это. А потом бросил. Да. Ну, да это Бог. Это зло. Зеленый змей такой. Вот. Ну, и вот Евангелие раздаем. В воскресный день. Чтобы люди, чтобы люди тоже, видишь, видишь, она, дурочка какая-то. Да, я их знаю. Стоит она, безбожница совершенно в штанах, крашеная, палец мне средний показывает. Давай, Серёж, у вас проблема. Визитки кончились. Ну, раздавай без визиток. Что ж теперь? Хорошо. Давай, с Богом. Начинай ходить в церковь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!